Какую газету представляете? Газету Ежедневная Гроза. Надеюсь, вы не против, что я приехал взять у вас небольшое интервью. Приехали для чего? Взять интервью. Как это слово пишется? Какое слово? Интервью. Интерв... Боже мой! Какая разница, как оно пишется? Вы знаете, принято интервьюировать каждого, кто добился известности. Да? Первый раз слышу. Должно быть очень интересно. Ну, и как же вы действуете? В некоторых случаях следовало бы действовать дубиной. Но обычно я задаю человеку вопрос, он отвечает. Теперь это в большой моде. Надеюсь, вы не против, что я задам вам несколько вопросов. Для чего? Для выяснения наиболее интереса к сторонам вашей общественной деятельности. Личной жизни. Пожалуйста, вы понимаете, только я хотел вас предупредить. У меня не все в порядке с памятью. Она у меня несколько такая, знаете, недисциплинированная достранность. Да ерунда, но что-то ведь вы припомните. Постараюсь. Чудесно. Итак, можем начать. Да, я готов. Великолепно. Готовы? Да. Вопрос первый. Да. Сколько вам лет? В июне будет 19. Я бы дал вам лет 36. Где вы родились? В штате Миссури. О, Миссури. Да. Когда начали писать? В 1836 году. Простите, ну как же это может быть, когда вам только 19 лет? Да, что-то странно. Кого вы считаете наиболее интересным человеком из тех, с кем вам довелось встретиться? Ара Небара. Простите, но это не может быть, раз вам только 19 лет. Нет, если вы знаете обо мне больше, чем я сам, зачем вы меня тогда спрашиваете? Я не понимаю. Я высказал только предположение, только предположение. Как случилось, что вы встретились с Араным баром? Это вышло случайно. Он меня попросил поменьше шуметь. Где именно? На его похоронах. Силы небесные, если вы были на его похоронах, значит он умер. Правильно. А если он умер, не все ли равно ему было, шумите вы или не шумите? Ну, знаете, он на этот счет всегда был несколько привередлив. Простите, я не очень понимаю. Вы говорите, что он разговаривал с вами и в то же время, что он умер. Я не говорил, что он умер. Одни говорили, что он умер, другие, что нет. А вы сами-то как думаете? Ну, а мне-то какое дело? Хоронили-то ведь не меня. А вы... Что? Да, с этим вопросом мы как-то с вами не очень разобрались. Давайте снова, а? Давайте. Когда вы родились? Я родился в понедельник 31 октября 1693 года. Моя мать... Простите. Простите, но тогда получается, что вам 180 лет. Как вы это объясните? Никак не объясню. Не буду объяснять. Есть у вас братья и сестры? Думаю, что да. Хотя, в общем, точно не помню. Странно. Простите, а вот этот портует... Вы мне напомнили, это мой брат Уилли. Мы его звали Билл. Бедняга Билл. Он умер? Да, в общем, в этом много не ясно. Что, пропал без вести? Да нет. Мы его похоронили. Не зная, жив он или умер, это занятный. Умереть-то он действительно... Простите, я не очень понимаю. Вы говорите, что похоронили его, если знали, что похоронили... Нет, мы не знали, мы только думали, что похоронили. Простите, я не очень понимаю. Что, он опять ожил? Ну, как бы не так. Человек умер. Его похоронили. Я не понимаю, что здесь непонятного? Ну, понимаете, мы ведь... Мы были близнецы с покойником. И нас перепутали в ванночке, когда нам было две недели от роду. Вас перепутали. Да, но один из нас утонул. Который именно? А мы сами не знаем, который. Одни говорят, что Уильямс, другие, что я. А вы сами как думаете? Я бы многое отдал, чтобы узнать, эта страшная загадка омрачила всю мою жизнь. Я раскрою вам тайну. Я об этом еще никому не говорил. Надеюсь, это останется между нами. И так нас было двое. Я и Билл. У одного из нас была особая примета на левой руке. Большая родинка. Нету. Нету? Нету. Вот именно этот ребенок и был я. Ну и что? Вот именно этого ребенка и похоронили. Ну, хорошо. Я не понимаю, что ж тут хорошего? Как они могли до такой степени растеряться, что похоронили не того ребенка? Спасибо. Спасибо. Материала у меня набралось достаточно. Меня очень заинтересовало ваше сообщение о похоронах Аарона Бара. Аарона Бара? К вашим услугам. Что именно заставило вас считать Аарона Бара замечательным человеком? Ну, вы вынуждаете открыть мне вам новую тайну. Надеюсь, что и это останется между нами. Итак, понимаете, панихида окончилась. В процессе уже собирался отправиться на кладбище. Покойник устроили на катафалке, знаете, так. Как вдруг он сказал. Кто сказал? Ну, покойник Аарон Бар. Он сказал, что в последний раз хочет полюбоваться пейзажем. Встал из гроба и через минуту уж сидел рядом с кучером. Молодой человек поспешно откланялся. Он был очень приятным собеседником. Я пожалел, что он ушел так быстро. Смотришь. Аарона Бара хорошо. Удивая саляна. Молодой человек.